В школе-интернате для слепых и слабовидящих идут необычные занятия. Какого цвета эта полосочка? Красного. Так, это? Желтого. Это полосочка? Красного. Хорошо. Это? Желтого. Молодец, Марина. Это тоже желтого. Нет, Марина. Зеленого. А ты попробуй еще дистанцию. Красный. А вот эта карточка какого цвета? Желтого. Вот тут красный. Правильно, молодец. Вот зеленый цвет имеет свойство бархатистости. Бархатистый цвет. Марина, двумя ручками можешь. Правильно, это контактный способ. Мы обследуем такие вот листики. Чувствуете, какие вартиночки? Феномен Розы Кулешовой. Это она пальцами распознавала цвета, читала любые тексты. Ее эксперименты считали цирковыми трюками, шарлатанством. Теперь, как видите, способности успешно развивают. Хотя до разгадки явлений еще далеко. Уровень жидкости в стакане. Верно. Людочка, тебе нужно продолжить вязание красным цветом. Найди его. Какого цвета образец у тебя? Белый. Белый. Нам нужно продолжить вязание красным цветом. Вот это красным цветом. Так, продолжим вязание. Определить окраску листочков. Где у вас листочек черной окраски и где листочек белой окраски. И листочек черной окраски поднимите. Определить окраску перьев по аппликациям при помощи кожно-аптической чувствительности. Остановите пальцы на перьях черной окраски. Сереже Картапцеву индивидуальное задание. Нужно определить окраску перьевого покрова не контактным способом, а дистантным. Тепло где ты будешь больше чувствовать? На большей высоте черной окраской или белой окраской, Сереже? Тепло выше на черной? Конечно. Выше будет чувствоваться тепло с черной окраской перьевого покрова. Совершенно верно. Виктор Дмитриевич Мезрахи занимается исследованием кожно-оптического чувства. С его помощью слепые дети обретают способность ощущать краски мира. Различать цвета и форму без помощи зрения. Виктор Дмитриевич не отбирает детей. Результаты доказывают. Все они обладают этими удивительными способностями. Но у отдельных учеников они феноменальны. Ростислав, скажи, какого цвета у тебя листик лежит перед тобой? Желтый. Правильно. А сейчас руки чуть-чуть раздверь. А сейчас, пожалуйста. Оранжевый. А что ты ощущаешь при этом? Значит, снизу идет на ладонь желтый цвет, а сверху красный. Сверху красный, да? А вот сейчас? Ну, сейчас ладонь полностью оранжевая, а в этой части красный цвет. Происходит пространственное смешение при предъявлении на кожу различных цветовых тонов. Желтый. Правильно. Дальше. К сожалению, такие уроки проводят в единственной школе. А ведь они помогли бы миллионам слепых. И опять одиночка подвижны. Дальше. Будет ли его судьба благополучней супругов Кирлян, Кулешовой и многих других? Дальше. Оранжевый. Правильно. Дальше. Голубой. Правильно. Один из мальчиков на расстоянии, то есть дистантно, определяет цвет предмета и дистантным же путем передает эту информацию другому. Есть. Есть. Какой цвет расписал? Красный. Сережа? Тоже красный. Дальше. Есть. Есть. Какой цвет расписал? Синий. Сережа? Голубой. Правильно. Сережа чуть-чуть ошибся. Синий цвет. Сейчас я тебе напишу слово, а ты прочтешь его. Все, Слава. Риск. Правильно. А теперь попытайся сказать, какого цвета какая буква? Р, по-моему, зеленая. Правильно. И красная. Правильно. С. Зеленая. Правильно. Как красная. Скажи, а вот ты потираешь по одной рукой другую, что это такое? Ну, это на вашу резкость, таким образом. А вот, когда ты читаешь эти буквы, что ты ощущаешь, что происходит с тобой? Как ты их читаешь? Я подношу руку к поверхности, на которой находятся эти буквы. Секунда, и появляется тепловое ощущение, тепловой контур этой буквы. Еще секунда, и внутри у меня возникает экран, на котором сосвечивается этот фон, и буква, на котором она находится, на этом фоне, соответствующим ее цветом. А буква у тебя таких же размеров, на этом экране? Нет. Или на ладони? Посмотреть можно, да? Да, пожалуйста. Нет. Они больше, в три раза, где-то вот такой величины. Примерно. Сейчас я буду давать Ростиславу изображение. Приготовился, Ростислав? Да. Начали. На желтом фоне, календарик, с изображением белой лошади. Это белая лошадь на зеленом фоне. Правильно. Дальше. Это календарик, фон темный, код, на розовом столе. Правильно. Когда я смотрю изображение, и оно у меня на экране видно только силуэт, но очень-очень скверно, очень мутно. Не четко, да? Не четко, да. Тогда у меня чуть ниже большого пальца, на кости, я такими движениями навожу резкость. И держу ладони над этим предметом. И очень четко эта муть разводится. И очень четко появляется изображение этого предмета. Так как у меня происходит увеличение, если мне не хватает руки, я обычно определяю правой рукой, я ставлю дополнительную левую руку, и тогда уже четко весь предмет, как будто я его держу в руках. Также увеличивается высота предмета. И объем очень четко виден. Объем, смотрю, двумя руками, так легче воспринимать его весь. Ростислав, посмотри, пожалуйста, что за изображение лежит перед тобой. Это, по всей видимости, большое пятно белое. Я сейчас наведу резкость, оно будет лучше видно. Ага, есть, обозначилось. Это какое-то женское лицо, оно такое большое и круглое. А вот я не могу вспомнить, сейчас больше оно не наведется. Это лицо какое-то женское, оно такое круглое и большое. Плоть человека, свиток, на котором означены все тайны бытия, сказал русский поэт Максимилиан Балуш. Редактор субтитров А.Семкин